30 сентября ряд российских интернет-изданий опубликовал сообщение о том, что армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха начал обрастать новыми участниками. В частности, издание «Новые известия» пишет, что на фоне заявлений турецких властей о поддержке Азербайджана, свою военную поддержку Армении решило выразить руководство Ирана. Как сообщают журналисты, якобы таким образом Тегеран пытается создать военный противовес в регионе. В свою очередь, издание «Новостной фронт» ссылается на фотографии, которые были размещены в социальной сети Twitter. На снимках, сделанных около часа назад, видны танки Т-72С и гаубицы Д-30-216 бронетанковой бригады иранской армии на пути к границе, чтобы противостоять любой угрозе, вызванной вооруженными силами Азербайджана. Цитируют журналисты фронта сообщения пользователей соцсети. О причинах такого решения Тегерана некоторые издания пишут, что якобы азербайджанская артиллерия нанесла ошибочный удар по приграничным иранским селам. Переброска военной техники станет призывом для Баку отказаться от любых идей атаковать иранскую территорию. А в этом плане Иран значительно превосходит соседнее государство, написали журналисты одного из изданий в своей публикации. Более того, они же заявили о развертывании на этом направлении иранских средств противовоздушной обороны. По словам авторов, Тегеран готов сбивать любую азербайджанскую авиацию в случае, если она будет применена в данном регионе. В материале подчеркивается, что никаких боевых действий иранские войска пока еще не ведут. Надо сказать, что никаких официальных подтверждений вышеуказанной и распространенной интернет-изданиями информации в настоящий момент просто-напросто не существует. Кроме этого, достоверно неизвестно, когда и где были сделаны фотографии, которые якобы доказывают переброску иранской техники к району конфликта. Отметим, что читатели также достаточно скептически отнеслись к данной информации. Многие считают, что предоставленных доказательств явно недостаточно, а сами фото могли быть сделаны когда и где угодно. Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Обе стороны объявили о мобилизации, а Армения ввела в стране военное положение.